Всем привет! Меня зовут Азад. Вы находитесь на канале Автосправочная. Напомню, что еще в 2018 году в Госдуму был внесен и одобрен в первом чтении законопроект, который распространяет так называемое страхование АСГОП на водителей такси. Что такое АСГОП? Это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Дело в том, что на сегодняшний день этому виду страхования подлежат все пассажирские перевозки, кроме автомобилей такси. То есть автобусы, троллейбусы, трамваи, они подлежат в обязательном порядке этому страхованию. Соответственно, в случае попадания в ДТП пассажиры этих видов общественного транспорта могут рассчитывать на выплату по ущербу жизни и здоровью вплоть до 2 миллионов рублей. Если же говорить про такси, то водители такси обязаны иметь при себе лишь обычный полис АСГО, по которому пассажирам может грозить выплата по ущербу жизни и здоровью в рамках стандартного лимита до 500 тысяч рублей. И то есть целый ряд исключений, при которых эта выплата не осуществляется. К примеру, если участниками ДТП стали два автомобиля, один из которых автомобиль такси, и при этом виновником ДТП является второй участник, то есть не таксист, то в таком случае выплаты по ОСАГО пассажир даже в случае получения травм не дождется. Именно поэтому страхование ОСГОП этим законопроектом было предложено распространить и на таксистов. В случае принятия данного законопроекта пассажиры такси будут застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. При этом в союзе страховщиков уже подсчитали, что это существенно не увеличит стоимость поездок, то есть по расчетам страховщиков, стоимость поездки одной увеличится из-за внедрения этого страхования на 52 копейки. Такси – очень аварийный вид транспорта. Частота аварии, виновниками которых становятся водители такси, в 7 раз превышает среднюю частоту ДТП по стране. Каждый год каждое третье такси становится причиной аварии, в результате которой причиняется вред другим участникам дорожного движения, пассажирам или пешеходам. Проблему высокой аварийности такси необходимо решать комплексно, в первую очередь повышая требования к водителям. В то же время такси – это разновидность общественного транспорта, и необходимо, чтобы его пассажиры были обеспечены не меньшей страховой защитой, чем пассажиры автобуса, троллейбуса или метро, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. В итоге в 2023 году к рассмотрению этого законопроекта вновь вернулись, профильный комитет Госдумы рекомендовал одобрить его во втором чтении. Второе чтение было запланировано изначально на 1 июня 2023 года, но в итоге его отложили пока предварительно на 14 июня текущего года. В случае окончательного подписания этих поправок они заработают с 1 сентября 2024 года. Таким образом, в случае подписания этих поправок у таксистов появится законодательная обязанность покупать еще одну страховку, помимо полиса ОСАГО стандартного, а у пассажиров появится дополнительная защита их жизни и здоровья. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео, либо QR-кодом на экране. Там вы сможете на одной странице сравнить предложения от большинства страховых компаний и выбрать наиболее подходящий именно для вас вариант. Дело в том, что на сегодняшний день из-за постоянного решения тарифных коридоров цены для одного и того же водителя в разных компаниях могут отличаться довольно-таки существенно. Поэтому перед покупкой обязательно сравнивайте максимальное количество предложений. Вот такая вот информация. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по поводу этого законопроекта? Свои мнения вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok